В Бишкеке, в Астане, 9 утра. Меня зовут Джебек Бегалиева. Здравствуйте. МИД Узбекистана обратился к властям Украины с просьбой не допускать в украинских СМИ безосновательных обвинений в отношении Узбекистана. Такие заявления могут нанести ущерб двусторонним отношениям, считают в ведомстве. Речь идет об интервью российско-израильского бизнесмена Леонида Невзлина украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В материале Невзлин утверждал, что иранские беспилотники, которые применяются в Украине, собирают в Узбекистане. На его заявление первыми отреагировали в Министерстве обороны Узбекистана. Там заявили, что страна не производила и не производит военную технику совместно с иранской стороной. В министерстве также считают, что публикация непроверенной информации со стороны отдельных представителей СМИ дезинформирует общественность. Ложным данные, озвученные в интервью, назвали и в МИД Узбекистана. Там также подтвердили, что страна не сотрудничает с Исламской республикой Иран в военно-технической сфере. При этом в ведомстве уточняют, что ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по озвученной информации не поступало. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан обращается к официальным властям Украины с просьбой принять соответствующие меры по недопущению распространения украинскими медиа подобных безосновательных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям. СМИ Кыргызстана сегодня не будут публиковать новости. Журналисты заявляют о беспрецедентном давлении на медиа. Акция солидарности проходит под лозунгом «Гуччендыхта» – «Сила в правде». При переходе на сайты ряда информагентств всплывает баннер с текстом «Новостей нет», «Есть давление на СМИ». Акция продлится сегодня с 9 утра до 12 дня. При этом в течение всего дня журналисты не будут публиковать официальные релизы госорганов. Медиа сообщества Кыргызстана призывает власти прекратить массированное давление на прессу. В заявлении говорится об уголовных преследованиях журналистов, блогеров, гражданских активистов и всех, кто свободно выражает свое мнение. Ранее Министерство культуры Кыргызстана на два месяца заблокировало доступ к сайту кыргызской службы радиосвобода «Азатык» по закону о недостоверной информации. Поводом для этого власти назвали один из эфиров программы «Настоящее время. Азия». В ней мы рассказывали о вооруженном конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном. Минкульт заявил, что информация, прозвучавшая в эфире, противоречит национальным интересам страны. Против блокировки выступило медиа-сообщество и международные медиа-организации. Накануне действия властей Кыргызстана осудил и официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. США глубоко обеспокоены блокировкой правительством Кыргызстана веб-сайта «Азатык Медиа». Это последствия ряда действий, которые усилили давление на независимые СМИ и гражданское общество. Свободная пресса имеет решающее значение для демократии. Тем временем прокуратура Кыргызстана намерена обжаловать оправдательный приговор в отношении журналиста-расследователя Булота Темирова. Об этом в соцсетях сообщил сам Темиров. По его словам, дата начала судебного процесса пока неизвестна. Журналист отметил, что узнал об апелляции в устной форме и заявил, что власти Кыргызстана хотят его посадить. Пресс-служба генпрокуратуры пока никак не прокомментировала ситуацию. В конце сентября районный суд Бишкека оправдал Темирова по делу о хранении наркотиков и незаконном пересечении госграницы. При этом еще по двум эпизодам использования поддельного военного билета и подделка документов журналисты признали виновным, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Международные правозащитные организации назвали уголовное дело преследованием со стороны властей. Темиров регулярно публикует расследование о коррупции в органах власти Кыргызстана. Между тем, в Туркменбаши в нагрузку к продуктовому пайку из растительного масла и муки продают по 10 метров телефонного кабеля. Он обходится покупателям дороже самих продуктов. Об этом сообщают наши коллеги из радио Азатлык. Продажа неликвидных товаров в нагрузку к продуктам в Туркменистане не редкость. В прошлом году вместе с пайками туркменистанцев заставляли покупать еду с истекшим сроком годности. Резиновые шлепки, ведра, тазы, а также портреты президента. Из-за продовольственного кризиса многие жители Туркменистана стремятся покупать продукты в государственных магазинах по субсидированным ценам, которые за последние два года почти приблизились к коммерческим. При этом пайки выпускают на рынок с задержками. В некоторых селах Марийского Вилоята жители только в августе смогли купить свою месячную норму муки за январь. Это были главные новости к этому часу. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте, так их смогут увидеть гораздо больше людей. Выпуски новостей доступны на сайте currenttime.tv, в YouTube и в мобильном приложении «Настоящее время». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok